Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хет-триками отметились Мэтью Ткачак, Джордан Кайру, Егор Шарангович и Ник Бьюкстад. Андрей Василевский набрал свое 19-е очко в карьере и стал лучшим бомбардиром-галкипером среди россиян в истории лиги. Владимир Тарасенко набрал 600 очков в Анхайл и стал 17-м хоккеистом из России, добравшимся до этой цифры. Никита Кучеров набрал свое 800-е очко в лиге. Он стал лишь 10-м россиянином и всего 4-м игроком в истории Тампы с таким достижением. Также Куч вышел на 9-е место по ассистам среди россиян и сравнялся с Вячеславом Козловым. А Брэд Маршан набрал 900 очков в Анхайл и стал всего 5-м игроком в истории Бостона по этому показателю. А теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 14-я. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Редко представители Сан-Хосе радуют болельщиков в этом сезоне. Но мы не могли не отметить вот эту атаку. Очень быстро в касании разобрались с ошибившимися игроками Оттавы. А замкнуло все это великолепие Марк Эдуард Власик, который вообще нечасто в своей карьере залетал в атакующие хайлайты. Брэд Лисен нацелился на хороший проход, набрал скорость и уверенно контролировал шайбу. Как вдруг ему навстречу вылетел Эмиль Лилленберг и совершил самый смачный хит сезона. В итоге вместо чужой зоны нападающий Дакс отправился в раздевалку. А какая была амплитуда полета? Красотень! Вы еще не устали от великолепия Марка Андрофлюри? Мы нет. В этот раз цветочек вытащил бросок в упор, за секунду до этого вообще не понимая, где находится шайба. На опыте, рефлексах и невероятном чутье подтащил эпизод. Илья Самсонов изо всех сил старался помочь своей команде. И даже сделал вот такое футбольное спасение. В отчаянном прыжке, отразив бросок Джейти Комфера. Правда, помогло не сильно, поскольку в следующей атаке Детройт запил. На этой неделе мы стали свидетелями двух очень сочных пасов не глядя, при розыгрыше большинства. Мэтью Ткачак точно знал, где находится Сэм Райнхардт, и даже не попытался посмотреть в сторону партнера. Миккор Антонин воспользовался тем же приемом, но при другой задаче. Нужно было быстро вернуть шайбу на пятак, пока вратарь не перестроился. У Финна получилось идеально. Валерий Нечушкин этого паса только и ждал. Элиас Петерсон продолжает удивлять и восхищать. В этом моменте он один разобрался в очень сложной ситуации. Убрал защитника, бросил, подобрал и объехал Игоря Шестеркина на сверхмалом пространстве, попутно получив толчок в спину. Затяжная атака Дакс должна была утонуть в большом количестве народу, создавшего настоящую толчью. Но все обернулось как нельзя лучше для Райана Строума, перед которым шайба взмыла в воздух, а он сориентировался первым и с лету вогнал ее в сетку. Редкий по этому сезону эффективный сольный проход Евгения Кузнецова закончился очень сложным подправлением в исполнении Ника Дауда. В борьбе с защитником смог поднять клюшку на нужную высоту и в непростой ситуации переправил шайбу в ворота. Чарли Лингрен в одиночку рубился против Рейнджерс и в том числе сделал вот этот двойной сейв при игре 3 на 5. Сначала не дал Крису Крайдеру забить в касание, а затем тут же намертво забрал добивание с метра. Блестящая игра вратаря. Удивительный проход придумал для себя Брейден Хейгл. Мощно влетел в зону Кингс и, двигаясь спиной вперед, обыграл одного, отодвинул второго, снес своего же партнера и отправил шайбу в ворота. Такой наглости игроки Лос-Анджелеса явно не ожидали. Но получилось красиво. Но лучшим индивидуальным действием отметился на этой неделе Понтус Холмберг. Нападающий Торонто пошел в мощный силовой проход, одной рукой контролируя оппонента, другой совершив результативный бросок. Чистое великолепие. Митч Марнер заценил. Первое место. Понтус Холмберг. Торонто Мэйпл Ливс. Самую нелепую ошибку недели совершили хоккеисты Бостона. Не разобрались, кому следует играть эту шайбу, а Логан Аконнер был тут как тут. Такое подставы от своих полевых Джереми Свойман явно не ожидал. И, похоже, от удивления не смог среагировать на бросок. Бонус недели. Невероятно сложным, но очень эффективным способом Сэм Райнхард выиграл для команды матч против Кингс. В самом броске с неудобной руки не было ничего необычного, но вот случился он за 0,7 секунды до конца овертайма. Но прелесть же. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про телеграм. А с вами были Филипп Олешев и Илья Балашенко, специально для Фокс Хоккей. До новых встреч. Пока.